Но если США предоставят доказательства виновности Бен Ладена, талибы, если верить их официальным представителям, готовы судить саудовского миллионера-террориста по закону шариата прямо в Афганистане. Андрей Мельников, НТВ. В нескольких километрах от нас, в Панкийском ущелье Грузии, базируется 16-я дивизия ВВС США, готовая с минуты на минуту совершить стремительный марш-бросок в нашу сторону, в сторону российской границы. До времени Че остались считанные часы. Этот конфликт назревал давно. С 2001 года, когда в Среднеазиатских республиках были размещены американские военные базы, сегодня противостояние достигло своего Абагея. Сейчас очевидно, что все происходящее называется одним страшным словом. Это слово витает в воздухе, но все боятся произнести его вслух. Речь идет о войне. Рустам Давыдов, совершенно секретно. Размещение американских войск на территории бывшего СССР – это еще не война. Война не более, чем наш смелый прогноз. На сегодняшний день никто не рискнет утверждать, что он может подтвердиться. Но, с другой стороны, никто сегодня не сможет с уверенностью сказать, что активизация американских сил на территории бывшего Советского Союза является для России очевидным благом. Все более расширяющееся присутствие американских войск на территории бывших советских республик, факт немыслимый лет 10 назад, сегодня уже данность. Американские базы размещены в государствах Средней Азии. Об участии в военных действиях американских советников в Панкистском ущеле заявило и правительство Грузии. Мировое сообщество доверило США возглавить коалицию против талибов и их союзников в Афганистане. Вот почему мы здесь. Что это? Бархатная оккупация Центральной Азии? Третья мировая, выигранная американскими дипломатами без единого выстрела? Или искреннее желание борьбы с новым мировым злом международным терроризмом? Кто мы теперь? Союзники по антитеррористической коалиции или соперники в новом переделе мира? Чем может обернуться для России военное присутствие США в Средней Азии? Как надолго здесь обосновываются американские военные? И что будет завтра? Отсчет новой эры начался 11 сентября. Этот день стал шоком для всех, показав, что мы беззащитны перед злом, имя которому – терроризм. После взрыва Всемирного торгового центра гибели сотен людей стало очевидно. Существует опасность, которую невозможно прогнозировать. Это зло, вездесущее, безликое, угрожает всем. Несмотря на то, что терроризм не имеет национальности, взору всего мира сразу же обратились на восток. Именно там зародилось движение «Талибан», в короткий срок ставшей влиятельной силой на земле Афганистана. Именно там зрела сила, которая 11 сентября вырвалась наружу, поставив под удар привычный и комфортный порядок. Что произошло 11 сентября – это мощнейшая провокация, хорошо продуманная, спланированная и осуществлённая вот каким-то просто талантливейшим органом, типа вот гениального генерального штаба или мощной спецструктуры. Добрый вечер. Завтра начинается вывод советских войск из Афганистана. И я думаю, когда-нибудь в учебниках истории обязательно будет фигурировать эта дата – 15 мая. Потому что бесспорно то, что Женевские соглашения, открывшие путь для возвращения наших солдат из Афганистана на родину, по своей значимости, возможно, стоят в одном ряду с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так же, как бесспорно и то, что завтрашний день станет счастливым для многих тысяч наших семей. Когда-то казалось, что с выводом советских войск из Афганистана эта земля, наконец, обретёт долгожданное спокойствие, и войн здесь более не будет. Долгие десятилетия, если не столетия, Афганистан был наиболее притягательной точкой в Азии. Нашествие таких великих полководцев, как Александр Македонский и Чингисхан, агрессия со стороны могучей Британской империи или Советского Союза – всё разбивалось, столкнувшись с гордыми племенами Афганистана. Во второй половине 20 века Афганистан стал плацдармом для противостояния двух великих держав – США и СССР, местом, где сошлись интересы двух могучих врагов. Десятилетия за десятилетиями на территории Афганистана шли бесконечные конфликты. Главным занятием мужского населения стала бесконечная война. Иная работа – земледелие или строительство – была по определению делом недолговечным. Так война стала работать целого народа. И наиболее известной главой в этой истории стало движение «Талибан». «Талиб» – это состояние души. Поэтому в протестантской этике, к сожалению, как и в любой другой, как и в марксийской, как и в атеистической, как и в православной, есть своё ощущение талибства, своё ощущение абсолюта, и права от имени этого абсолюта вершить все дела. Само движение «Талибан», что в переводе с арабского означает «ученики», зародилось в 1973 году при покойном премьер-министре Пакистана Зульфикари Алийбхуту. Когда в Афганистане усилилась угроза советского влияния, в приграничных районах Афганистана и Пакистана создавались специальные духовные училища для афганских беженцев и бойцов сопротивления – маджахедов. Во время советско-афганской войны в структуре пакистанской разведки было создано спецподразделение, собиравшее мальчиков-сирот. Их вывозили в военные лагеря под Пешеваром, где учили военному делу и основам ислама. Это подобие иначарского войска стало основой «Талибана». Существование движения было обеспечено широкомасштабной военной и финансовой поддержкой США, Британии, Саудовской Аравии и Пакистана. Конечно, трагедия 11 сентября была шоком для Соединенных Штатов. До 11 сентября Соединенные Штаты не имели никаких планов создать военное присутствие в Центральной Азии. Более того, как известно, всего несколько лет назад, Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Пакистаном, Саудовской Аравией поддерживали, взращивали холи-ли-ли-ли-ли, или «Талибан», связывая с талибами определенные планы на то, чтобы поставить под свой контроль этот важный район Азии. Талибы начали свое победоносное шествие на север Афганистана, раздираемого противоречиями между полевыми командирами маджахедов. За последние десятилетия из покорных, набожных юношей талибы превратились в фанатичных воинов ислама. Изначально немногочисленное движение учеников Аллаха нашло отклик в уставших от бесконечных войн массах. Уже к сентябрю 96-го года стремительно выросшая партия захватила Кабу. Вне контроля талибана осталось лишь 10-15% территории северного Афганистана. Единственной преградой на пути профессиональных воинов ислама, периодически осуществлявших вылазки на территорию Таджикистана, была 201-я российская мотострелковая дивизия. И 201-ю эту дивизию мы туда пустили только для того, чтобы не оказаться затем на оборонительных рубежах где-то на Урале. Потому что талибы прошли бы как нож сквозь масло через все четыре республики. Это страшно. Поэтому правительство и вожди монархии всех четырех республик прекрасно понимают, что одни они с этой напастью не справятся. И для нас эта напасть очень опасна. Государство исламских фанатиков, обладающее связями со всеми мусульманскими общинами мира, за короткий срок стало территорией, где в равной степени спокойно могли себя чувствовать как наркоторговцы, так и международные террористы, наиболее известным из которых был Усама бен Ладен. Сила, подконтрольная одному Аллаху, стала смертельной угрозой как для близлежащих республик азиатского региона, так и для таких благополучных и далеких стран, как Соединенные Штаты. 11 сентября стало понятно, что движение Талибан вызов другого, неизвестного нам мира, вызов, результатом которого может быть лишь гибель одной из сторон. По указаниям Талибана и с помощью Талибана фундаменталистские движения экстремистского толка ежегодно проходили в Таджикистан, Кирогистан, Узбекистан и развязывали там боевые действия с целью дестабилизировать ситуацию. Талибан оказывал прямую помощь вооруженной оппозиции на Северном Кавказе. Талибы воевали в рядах чеченских боевиков, чеченские боевики отдыхали, обучались в талибских лагерях. И поэтому Талибан являлся на протяжении нескольких лет прямой, непосредственной угрозой и для российской территории, российской безопасности и для российских внешнеполитических интересов в Центральной Азии. После взрыва Всемирного торгового центра президент США Джордж Буш 20 сентября выступил с речью о положении в стране. Он дал недвусмысленно понять, что любая группировка, атаковавшая американских граждан или затронувшая американские интересы, будет считаться представляющей угрозу национальной безопасности США. Америка подтянула границы с Афганистаном с самой крупной силой со времен Второй мировой войны. Было переброшено около 630 боевых самолетов. В Персидском заливе несут постоянное боевое дежурство 40 боевых кораблей. К ударам возмездия приготовлено 3500 крылатых ракет. По Афганистану были нанесены ракетно-бомбовые удары. Северно-талибов наступал окрепнувший благодаря военной и экономической поддержке Северный Альянс. В декабре спецназ США высадился неподалеку от горной крепости Тора-Бора, где по оперативной информации прятался Бен Ладен. До этого они сбросили в район подземного укрытия самую мощную неядерную бомбу. Ожидаемым результатом операции стало утверждение, что организация Усамы Бен Ладена Аль-Каида практически разгромлена и уже не сможет организовать новых крупных терактов. Зло побеждено, свободный мир может праздновать победу. Соединенные Штаты внесли всю ясность в этом вопросе. Они сказали, это война. А это определение дает юридическую базу для американских действий. Это не метафора. Это четкое юридическое определение. Таким образом, Соединенные Штаты четко показали о том, что они не будут руководствоваться никакими правовыми юридическими определениями в своей борьбе с своими противниками, которых они определяют как террористы. Кстати сказать, это очень разумная позиция. И лично я ее полностью поддерживаю. Я считаю, что наши российские высшие должны снижаться, к сожалению, в свое время не воспользовались этой возможностью и назвали войну в Чечне вяло-контртеррористической операцией. Тем самым загнали себя в угол. Победоносная война Америки против зла в очередной раз закончилась победой США. Мир замиранием смотрел на противостояние добрых сил свободного мира и сил зла под именем Талибан. Еще одна военная операция подтвердила мощь американского оружия. Битва выиграна практически без потерь. Талибан разбит. Бен Ладен и Мохаммед Амар трусливо скрываются. Победа достигнута. Пыль войны рассеялась и изумленному взору стороннего наблюдателя открылась совсем иная картина мира, чем та, что была до 11 сентября. Мир оказался перекроен по новым лекалам. Оказалось, что базы США разместились на территории бывшего Советского Союза и рассматриваются американцами как плацдарм для контроля за неспокойными и радикально настроенными исламскими общинами. Все, что сейчас происходит, это на самом деле еще один кол в гроб Советского Союза. Вот Советский Союз на самом деле умер не в 91-м году, он умирает на наших глазах теперь. Потому что пока развивались новые независимые государства, выстраивали свои новые отношения с Россией, были еще иллюзии того, что нам удастся сохранить прежние отношения, ну пусть на независимом межгосударственном уровне. Теперь, когда приходят Соединенные Штаты, за военным присутствием приходит политическое влияние, за политическим влиянием политические льготы и преференции своим экономикам, своим экономическим планам, все это будет, безусловно, раскручиваться и реализовываться в условиях американского присутствия. И таким образом Советский Союз будет окончательно похоронен. К американским военным базам, которые разбросаны по всему земному шару, на сегодня прибавились новые базы в Средней Азии. Сегодня в Киргизии в аэропорту Манас, что в 10 километрах от Бишкека, размещена 76-я эскадрилья ВВС США, переброшенная сюда из Германии. Узбекистан, согласно договоренности с военным ведомством США, предоставил свой аэропорт Ханабад. В Какайды, где в прежние времена располагалась одна из ключевых советских военных баз и на авиационной базе Каган в 10 километрах юго-восточной Бухары, американцы также планируют разместить свои эскадрильи. В Таджикистане в поле жизненно важных интересов США попали Курган-Тюбе и Куляб. На каждый из этих баз может одновременно размещаться более 50 самолетов американских военно-воздушных сил. Первым выразил свои соболезнования Америке Владимир Путин. Сегодня осуществление события в Соединённых Штатах выходит за рамки национальных границ. Это наглый вызов всему человечеству, по крайней мере, всему цивилизованному человечеству. Президент поддержал военные усилия США в борьбе с терроризмом, разрешив использовать российское воздушное пространство. Тем не менее, вопрос о размещении американских военных сил на территории бывших республик СССР был изначально отвергнут. Я не вижу никаких абсолютно оснований для даже гипотетических предположений о возможности развертывания каких-то военных операций НАТО на территории среднеазиатских государств, входящих в Содружество независимых государств. А глава российского МИДа Игорь Иванов 19 сентября заявил в Вашингтоне, что каждая страна СНГ вправе самостоятельно решать, как и в какой мере сотрудничать с Америкой в вопросе предоставления своих баз для ударов по Афганистану. И 24 сентября о своем согласии предоставить американцам свои военные базы, аэродромы и воздушное пространство заявил президент Казахстана Назарбаев. В начале декабря прозвучали заявления президентов Таджикистана и Киргизии о готовности предоставить базы на территории своих государств в распоряжение военной авиации США и союзников. Решения были приняты после согласования с Москвой, главным военно-политическим партнером Душанбе и Бишкека. Из трех аэродромов, которые мы предлагали при нашей беседе по просьбе президента Соединенных Штатов Америки, если скажут эксперты «Кулян» – «Кулян», «Курган-Тюбей» – «Курган-Тюбей», «Хаджи» – «Хаджи». В Узбекистане побывала делегация Конгресса США во главе с Джимом Колби. Имя было обещано выделить на выполнение различных программ около 100 миллионов долларов. Узбекское правительство предоставило вооруженным силам США свои военные базы для ведения афганской кампании. И для Таджикистана, для Кыргызстана, и даже для Узбекистана, который является гораздо более богатой и крупной страной в Центральной Азии, фактор экономической помощи США был исключительно важным при принятии решений о размещении американских контингентов на их территории, предоставлении им инфраструктуры и точек базирования. Но нельзя сводить дело только к этому. На протяжении ряда лет Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан были объектом агрессии экстремистского исламского фундаментализма. Прежде всего, в лице Талибана и исламского движения Узбекистана. В конце января, возвращаясь из Кабула, министр обороны ФРГ Рудольф Шарпинг подписал с правительством Узбекистана соглашение о создании базы своих ВВС в Термезе. Здесь будут дислоцироваться шесть военно-транспортных самолетов и 150 военнослужащих Бундесвера. 30 января 2002 года представитель командования вооруженных сил США в Центрально-Азиатском регионе, подполковник Олт-Ази Тонер объявил, что Вашингтон окажет тадживским пограничникам помощь в техническом оснащении границы с Афганистаном. Соглашение между Таджикистаном и Америкой от 30 января включает пункт об американской помощи Таджикистану в подготовке квалифицированных специалистов для охраны границы. Американцы в течение трех недель сумели создать колоссальную антиталибскую коалицию, в которую вошла вся Европа, практически азиатские страны, Индия согласилась сотрудничать с Америкой, Пакистан. То есть Америка, пользуясь вот такой вот антитеррористической, очень эмоционально, эмоционально, я думаю, продуманной риторикой, сумела выстроить весь мир, по сути дела, как теперь оказывается, для реализации целей своей внешней политики. Будет расширено военное присутствие, будет более определенно сказано, что американцы здесь надолго. Мы до сих пор на самом деле не имеем никакой ясности в вопросе, насколько пришли американцы. Наше руководство, которое, на мой взгляд, допустило грубую ошибку, не сделав это условием, временность пребывания Соединенных Штатов, не оговорив это вначале, сделало ошибку в духе Горбачева. Сначала сделало вид, что ничего не происходит, сделало хорошую мину при плохой игре, а потом принялось всех нас уверять в том, что сама игра очень хорошая, что она на самом деле запланированная. Мы четко оговорили цели и временные параметры нахождения этого контингента. Цели всем хорошо известны, это уничтожение сети террористических баз в Афганистане, чтобы больше оттуда никогда не угрожала угроза терроризма. Ну а временной параметры мы определили ровно один год. Ровно один год. И ни о какой речи о создании базы не идет речи в этом соглашении. Нет, это исключительно временное размещение к течению года. Американцы пришли в нашу Среднюю Азию. Вернее, в Среднюю Азию, которая когда-то была нашей. Самое простое в такой ситуации обидеться на агрессивных американцев, впасть в антиамериканскую риторику и снова начать строить железные занавесы и наращивать военную броню. Но эмоции и праведный гнев могут помешать разобраться в главном. Зачем США размещают свои базы на территории стран Средней Азии? Давайте представим, какими доводами могли руководствоваться американские власти, решая вопрос о размещении. США уже взяли под контроль наркотрафик Кабул-Душанбе-Москва. Согласно договоренности с таджикскими властями, Вашингтон окажет местным пограничникам помощь в техническом оснащении границы с Афганистаном. Военные базы стран-членов Североатлантического альянса, расположенные в непосредственной близости от границ Афганистана, являются надежным плацдармом для атак против сил Талибана. Базы в непосредственной близости от границ с Афганистаном будут играть ключевую роль в оперативном реагировании против отрядов террористов. После потери крупных городов они рассеяны по всему Афганистану. Иная версия. Энергетическая. Что такое этот регион сейчас? Это третье место по нефти. Это третий в мире после Саудовской Аравии Россия. И Россия третий резервуар нефти в мире. Америка фактически туда вошла не потратив ни одного выстрела. Ей просто, как говорится, открыли поле. Еще в начале 90-х Вашингтон объявил Каспий и примыкающие к нему республики бывшего СССР зоной своих национальных интересов. Закрепляясь на военных базах Средней Азии, Америка присвоила себе право распределения энергоносителей, составляющих основу современной углеводородной цивилизации. В этом регионе сосредоточено около 7% мировых запасов нефти, огромные запасы природного газа, залежи урана и редкоземельных металлов. Цель экспансии – контроль за энергетическими ресурсами региона. С разгромом Талибана увеличились шансы прокладки нефтепровода через Афганистан в Пакистан, в стране, дружественной США. Такой вариант дает Америке, самому крупному импортеру нефти в мире, козырь в спорах о цене на нефть со странами ОПЕК. И вне зависимости от того, куда будет проложен нефтепровод, качающий Каспийскую нефть, в Турцию, Пакистан или Россию, сам факт наличия США в этом регионе заставит все прилегающие страны прислушаться и учитывать пожелания США. Именно эту версию аналитики наиболее часто озвучивали как истинную цель Америки. В Соединенных Штатах давно уже вынашивался проект проведения магистральных нефти- и газопроводов из Центральной Азии через Афганистан, минуя Иран, который Соединенные Штаты считают своим противником, непосредственно в Пакистан и на юг к Индийскому океану. Это дало бы возможность выкачивать огромные энергетические ресурсы, которые имеются в Центральной Азии, не прибегая к транзиту через территорию России, как это имеет место сейчас. Тем самым эти нефтяные запасы как бы выходили бы из-под контроля России. Возьмем другой возможный аспект мировой экономики, такой как торговля оружием. Американцы начали испытывать свое высокоточное оружие в Югославии, но действовать свободно в центре Европы они не могли. В полной мере они получили возможность испытать его в Афганистане. И на примере этой страны они доказали всему миру, что можно одерживать победы без привычных атрибутов войны. Без танков, без рытья окопов и военных маневров. Все это говорит о том, что сейчас начнется передел рынка вооружений. Следует назвать самой глубокой и наиболее важной для США. Расположенный рядом со странами Азии могучий Китай сегодня единственный претендент на статус соперника США за лидерство в мире. Размещение баз США в Средней Азии не позволит Китаю воспринимать этот регион как зону своих стратегических интересов автоматически вычеркивает Таджикистан, Узбекистан и Киргизию из списка своих доверенных партнеров. Ослабление влияния Китая в этом регионе наиболее крупный политический выигрыш США от своего военного присутствия в Средней Азии. Сильные военные акции США против Афганистана и военного закрепления в Средней Азии рассыпалась Шанхайская организация сотрудничества состоявшая из России Китая, Таджикистана Казахстана и Кыргызстана. Именно Шанхайская пятерка брала на себя ответственность за стабильность региона координировала деятельность военных сил стран-участников соглашения. Молниеносное вторжение США в Среднюю Азию для борьбы с международными террористами в одночасье лишило смысла существования Шанхайской организации сотрудничества. В Афганистане практически завершена. Главным ее итогом стала отнюдь непобеда над Аль-Каидой. Военная операция стала лишь прикрытием глобального наступления американцев в Средней Азии. Неважно, какой из перечисленных нами мотивов стал для американцев основным при размещении их авиабаз. Все эти версии имеют право на существование. Сегодня фактически произошел передел мира. Соединенные Штаты выиграли Третью мировую войну, которой не было. И они убедили в этой победе весь мир. До 11 сентября государственный департамент США регулярно критиковал авторитарные и полуавторитарные режимы Среднеазиатских республик за нарушение прав человека. Сегодня их лидеры принимают американцев с распростертыми объятиями. Зачем им размещать у себя американские военные базы? Зачем им на своей территории присутствие всесильной и могучей державы? Первая причина экономическая это плата за территорию, где размещаются базы, плата за вылеты самолетов, а это 5-7 тысяч долларов за один вылет. Это сотни небедных зарубежных военных, чьи деньги питают инфраструктуру близлежащих районов. И прежде всего это возможные экономические послабления в решении спорных вопросов с более могучими державами. Так при содействии Вашингтона будет реструктурирован внешний долг Киргизии, Парижскому клубу. В рамках программы партнерства ради мира американцы вдвое увеличили военную помощь национальной армии. И теперь официальный Бишкек вправе рассчитывать на поддержку американской администрации при переговорах о представлении кредитов и грантов со стороны МВФ, Всемирного банка, а также самих Соединенных Штатов. Для Кыргызстана вы знаете, самая серьезная проблема сегодня это внешний долг. Он огромен. И Кыргызстан просто не в состоянии даже частично его погашать. Второй блок причин политический. Угроза исламского нашествия с юга долгое время ставила под удар само существование светской власти в среднеазиатских республиках. После распада Советского Союза они лишились мощной финансовой и политической поддержки. Со всей остротой стал вопрос, кто для них станет новым старшим братом. Правда, за эту защиту придется заплатить самостоятельностью решений. США не сможет не вмешиваться во внутриполитическую жизнь тех, кто пустил их на свою территорию. Да, мы разрешаем нашим служащим проводить свободное время в Бишкеке. Но не надо забывать, что это не наша страна. Мы здесь гости и пришли не как завоеватели. Мы гости киргизского правительства и киргизского народа. Поэтому мы проводим инструктаж среди наших служащих, чтобы они и вели себя здесь подобающе. Американская, вернее, интернациональная авиабаза сил антитеррористической коалиции расположена в 10 километрах от столицы Киргизии Бишкек. Несмотря на подчеркнутое дружелюбие американцев, подъезд к базе перегорожен многотонными бетонными плитами. Каждая машина, въезжающая на территорию базы, проходит обязательную проверку на КПП. Сегодня здесь размещается около 650 американцев, почти столько же французов. При нас недавно прибывшие на базу норвежцы поднимали над палатками свой флаг. Командование антитеррористических сил намерено дополнить контингент за счет канадцев, поляков, итальянцев и даже австралийцев и литовцев. Предполагается, что на базе разместится около 3000 военнослужащих, в основном американцев. Как вы уже поняли, едим мы тоже вместе. Завтрак, обед и ужин. Спят все в одних палатках, так что в одной и той же могут жить и американцы, и французы. В обустройстве базы гостям активно помогают местные жители, которым приходится трудиться наравне с американцами по 10-12 часов в сутки. Платят щедро, не менее 5 долларов в час. Меньше не позволяют американские профсоюзы, так что недовольных нет. Правда, кроме сколачивания деревянных настилов для палаток, другую работу местным жителям не поручают. Непременная черта всех американских баз основательное обустройство. База американцев скорее комфортабельные поселки с привезенными из океана мощными 4-мегаваттными генераторами, кухонным хозяйством, способным обслужить одновременно от 2-х до 3-х тысяч человек. Столовая одна на всех. Здесь нет принципиального деления на солдатскую и офицерскую столовую. Генералы едят то же, что и рядовые. Демократия. В принципе, в меню все. От традиционных бикмаков до фруктового мороженого. Но пока военные только обустраиваются и перебиваются сухими пайками. Все продукты, более 200 тонн, американцы привезли с собой. консервы и ежедневный боевой паёк. Но в столовой довольно широкий выбор. Здесь и спагетти, и лазанья, и цыплята, есть и специальное меню на завтрак. Сейчас же мы договариваемся о поставках свежих продуктов. Непременный атрибут любой базы — своеобразный клуб, где можно почитать свежие газеты и журналы, посмотреть видеокассеты, пообщаться с родными по электронной почте или просто перекинуться в карты. Дважды в неделю каждому положен 15-ти минутный звонок домой. Не забывают военные о душе. На несколько сот военнослужащих один священник и два его помощника. Одна из палаток на базе отведена под церковь. В основном здесь служат католики и протестанты. Но есть даже один мусульманин. По конституции Соединенных Штатов мы должны одинаково относиться к каждой религиозной общине. Поэтому здесь любой военнослужащий, будь он протестант, католик, иудей, мусульманин или буддист, имеет право отправлять религиозные обряды в соответствии со своей верой. Но главное же, конечно, служба. Здесь нет однообразной муштуры, утренних построений и вечерних поверок. Участники антитеррористической операции подчеркнуто вежливы и предупредительны как с заезжими журналистами, так и с местными жителями. Я служу в армии уже 7 лет, но это первая страна, куда меня отправили за это время. Думаю, лучше места и представить себе нельзя. Я имею в виду, кто бы мог подумать 10 или 15 лет назад, что американская армия сможет вот так просто дислоцироваться на территории бывшего Советского Союза. К тому же здесь очень красиво, Бишкек очень похож на мой родной город. Многие россияне все еще считают свою страну сверхдержавой и воспринимают присутствие американцев на бывшей советской территории как личную обиду. По данным ЦИОМ, более 60% россиян обеспокоены усилением военного присутствия США в Средней Азии. Прямой военной опасности для нас эта ситуация пока не создает. Американцам нет необходимости угрожать нам со своих азиатских баз, ведь их самолеты могут достать нас с территории и другие государства. Так что риторика многих наших политиков о недопустимости и опасности военного присутствия сил Соединенных Штатов Америки всего лишь остатки прежнего ощущения, что главные лица мировой политики это прежде всего Россия и США. Но ныне все уже не так. Американской военной экономической мощи мы сейчас противопоставить ничего не можем. Размещение военных баз на территории бывшего Советского Союза это лишь констатация печального факта, что Россия окончательно потеряла свое влияние на регион. Сегодня так это перспективы сотрудничества США и Среднеазиатских республик. Чем станут эти взаимоотношения? С Союзом дружественных стран или отношениями вассалов и Сюзерена? Могут ли быть уверены главы республик, размещая у себя военные базы, что они персонально устраивают Соединенные Штаты Америки? История на многочисленных примерах учит, что сильные державы, размещая свои войска на территории сторонников, почти всегда принимают активное участие во внутренних делах своих вассалов. Так было со времен Римской империи, продолжалось во времена империи Британской и Советского Союза. Так было и наверняка будет в случае с США. Можно долго перечислять примеры от Никарагуа и Гренады до Панамы и наиболее близкий для нас пример это Грузия. Американцы должны понимать, что это не Мексика, это Грузия, это рядом с нами и безопасность в Кавказе полностью зависит от политики Российской Федерации. Республик довольны. Они получили мощного и сильного союзника. Непосредственная угроза миновала. Бюджет получил дополнительный источник доходов. Но очевидно, что уклад власти в этих странах не соответствует привычным для США демократическим нормам. Очевидно, что власть в республиках находится в руках людей, которые не спешат разделить борозды правления с кем-либо еще. И оппозиция, и правительство этих стран видит в США силу, заручившись поддержкой которой, они смогут заполучить или упрочить свою власть. Оппозиция будет взывать Соединенные Штаты Америки к участию, напоминая о попрании свобод в бывших советских республиках, а власть будет взывать к обязательствам союзников. Как бы США не стремились ограничить свое участие во внутренней жизни среднеазиатских стран, все равно их будут провоцировать на более активные действия. Тран, можно сказать, следующее. Сам факт нахождения военных сил США предполагает и даже вынуждает американцев на проведение в регионе собственной активной политики. Политики, где понятие марионеточное правительство, военное вмешательство в дела суверенной государством, всего лишь инструментарий для отстаивания своих масштабных геополитических интересов.